Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Физика или дурной знак? Молния ударила в колокольню Знаменского монастыря, что еще натворила разбушевавшаяся стихия в Алтайском крае. Теперь уж точно уедем. 16 новых автобусов 10 маршрута вышли сегодня на линию. Баталии на Грибном канале. Какое СМИ долетело на Драконе до финиша первым? В Затоне сняли режим повышенной готовности, введенный за паводка. На сегодняшнее утро уровень воды в Аби составил 487 сантиметров, упав за сутки на 5 сантиметров. Критическая отметка в 560 сантиметров. Этот порог был преодолен в конце мая. Несмотря на то, что сегодня обстановка в Затоне спокойная, в микрорайоне все еще остается ограниченным движение на остров Шубинский. Проехать проезд туда осуществляется по понтонному мосту. Долгожданная «десятка» наконец вышла на улицы Барнаула. Автобусы большой вместимости были закуплены по решению губернатора специально для краевой столицы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». 16 новых автобусов марки «КамАЗ» оснащены кондиционерами, есть удобный трап для маломобильных граждан. Рассчитаться за проезд пассажиры «десятки» могут так же, как и пассажиры новых автобусов первого маршрута. Либо у кондуктора, либо через терминалы, установленные на поручнях. В гор-электротрансе именно этому предприятию были переданы в эксплуатацию новые автобусы. Напоминают, что на работу в автобусную службу продолжают набирать и водителей, и кондукторов. Дождь, ливень, гроза и крупный град накрыли Алтайский край. Жителей Барнаула впечатлила молния, которая попала в колокольню Знаменского монастыря. О стихии и прогнозе синоптиков на ближайшие дни расскажет Юлия Щепина. Так красиво и одновременно устрашающе начались выходные у барнаульцев. Гроза, молния, сильный ливень и даже град. Непогода захватила весь Алтайский край. Так обстояли дела в селе Ребриха, поселке Октябрьск, Камбийске. Пользователи соцсети активно публиковали дары природы в местных пабликах. Больше всего на этих выходных стихия бушевала в Третьяковском районе. Это кадры из села Староалейское. Там из-за сильного ливня подтопило 22 приусадебных участка и 12 частных домов. Силами администрации провели работы по водоотведению. По их данным, на сегодняшний день вода с улиц села практически ушла. Частично подтопленными остаются 6 участков, подтопленных домов нет. Прокурор края Антон Герман взял под контроль вопросы устранения последствий непогоды в Третьяковском районе. А в завершение выходных в колокольню барнаульского знаменского храма ударила молния. По словам очевидцев, возгорания не произошло, однако стекла в церкви задрожали и взрывом вырвало светильники. Добавим, в Алтайском крае продолжит действовать штормовое предупреждение. Во второй половине дня 10 июня, 11 июня и ночью 12 регион накроет дожди, грозы, ливни и град. Ветер усилится до 18-23 метров в секунду. При грозах местами возможны шквалы до 25-27 метров в секунду. Юлия Щепина, День с толком. А в Барнауле тем временем вновь в дождь положили асфальт. Это уже второй случай за неделю. Это кадры с улиц Шумакова-Взлетная, где ямочный ремонт дороги ввели в дождливую погоду. Инцидент прокомментировали и в мэрии, сообщив, что автодорстрой не имеет к нему отношения. Ответственность несет строительная компания. После публикации подрядчик обещал срезать асфальт и положить новый, уже по правильной технологии. Шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Такое наказание получит фигурант уголовного дела, которое расследовали сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ России по Алтайскому краю. Они задержали мужчину. Он занимался реализацией сигарет без специальных акцизных марок. Оперативные сотрудники транспортной полиции установили, что 30-летний мужчина приобретает немаркированные табачные изделия и нелегально их реализует через своих знакомых. Во время очередной продажи партии контрафактного товара подозреваемого задержали. Это кадры оперативной съемки, которую вели транспортники. За мужчиной наблюдали продолжительное время. По итогу из незаконного оборота было изъято 10 тысяч пачек сигарет общей стоимостью почти 1 миллион 300 тысяч рублей. А ведомника ждет наказание в шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Страшный пожар произошел в одном из частных домов Первомайского района. На момент возгорания в нем находилось 7 человек, в том числе пятеро детей. Часть дома выгорела практически дотла. Но никто из многодетной семьи, к счастью, не пострадал. Это при том, что пожар начался под утро, в самое опасное время, когда люди крепко спят. Благодаря чему удалось избежать трагедии и что стоит взять на вооружение всем остальным, смотрите в сюжете Елена Макаренко. Крыша, как решито, а половина дома зола. Последствия пожара в селе Жилино выглядят удручающе. Выскочили, а тут на веранде все горит. Это во сколько произошло? Я не знаю, где-то пол седьмого утра. Где-то пол седьмого, да. По мнению дознавателя МЧС России, очаг находился на веранде. Там стояла коробка с цыплятами, которых обогревала электролампа. Пкинцы, к сожалению, погибли. Но главная семья с пятью дочками, старше 13 лет, а младше всего год, осталась невредима. Ну, получается, когда поднялся, что вылез через окно, супруга подавала детей. Я их уносил в машину и возвращался. Супруги рассказывают, что их пробудил резкий пронзительный звук. Его издавали два дымовых извещателя. Их установили в доме всего полгода назад. По программе установили два пожарных извещателя, которые сегодня спасли им жизнь. Программу оснащения датчиками дыма многодетных и малобеспеченных семей в крае реализуют с 2018 года. За это время пожарными извещателями, по данным МЧС, обеспечили порядка 18 тысяч семей. И жизни как минимум 60 человек, в том числе 45 детей, полезные устройства помогли сохранить. Что касается погорельцев из села Жилино, они решили, что после восстановления дома маленьких спасателей установят во всех комнатах. Елена Макаренко, День с толком. Хоккеисты школы Скиф и поселка Новый Зори отправились на тренировочно-восстановительные сборы в Чимал, Республике Алтай. Особая программа тренировок на свежем воздухе для качественного восстановления здоровья и отдыха. Спорт, корт, бассейн, уроки английского и лагерная жизнь на курорте. Как тренировки проходят в горах, чем еще занимаются ребята, и что в планах у Скифов узнаем из сюжета. Спортивный корт под открытым небом и с видом на горы вместо ледовой арены. Летние тренировочно-восстановительные сборы для Скифов не повод прекращать занятия. Здесь больше игровых у нас проходит тренировок, чтобы ребятам было интересно, весело, чтобы они получали удовольствие. Здесь мы занимаемся оценкой состояния здоровья детей, чтобы мы их не перегрузили и дали нужную нагрузку, как говорится, в нужный момент. На тренировках мы используем технологию Polar. Вот у меня есть мы датчики на них одеваем нагрудные, и я слежу на планшете за их состоянием здоровья, а в частности за динамикой пульса. Если у нас идет высокоинтенсивная нагрузка, то мы даем короткие, допустим, ускорения или высокую интенсивность силовой работы. Потом идет восстановление. Оно, как правило, идет до третьей зоны. У всех детей эти зоны по-разному. А вот эта вторая и третья зоны – это степень восстановления. В процентном соотношении мы выполнили тренировку. То, что тренер запланировал, мы получили. Тренировки проходят дважды в день, как дома, но отрабатываются физические способности, а не тактики и стратегии игры. После упражнений – бассейн. Плавание помогает поддержать форму, но что важнее, как признаются сами дети, заряжает эмоционально лучшее из развлечений на сборах. Здесь же укрепляется и командный дух. Ребята действительно заслужили именно такого отдыха в Горном Алтае, потому что мы провели ряд серьезных спортивных мероприятий. Поучаствовали в федеральном округе, где были призерами. Мы поучаствовали на Кубке Третьякан, и помимо этого мы еще очень много провели матчи, больше 47 матчей. Дети – они всегда дети, но, во всяком случае, вот этот настрой коллективный, да, он играет большую роль вообще в жизни. Природа, горы, то есть тренировки в воздухе – это очень, очень круто, что так легкие еще, может восстановлять дыхание. И вот здесь очень хорошо. Эти тренировки дадут нам побежать в следующих турнирах. Английский язык – обязательный предмет в расписанной по часам лагерной жизни для всестороннего развития и спортивных перспектив. На этих сборах ребята пробудут полмесяца. После – небольшой отдых, три недели и снова большой спорт. Хоккеисты отправятся в Москву на общие тренировки с командой «Спартака», а дальше на две недели в лагерь «Крылатых» в родном поселке, где руководители клуба тоже организуют тренировки и уже на льду. А там не за горами и соревнования всероссийского уровня. Все ребята, особенно наши алтайские, они настроены на реванш серьезный, потому что мы делаем все возможное и невозможное, для того, чтобы они чувствовали себя в комфортной среде, сближаем их друг к другу. Сейчас уже разбиваем на звенья, подготавливаем эти звенья и морально, и физически. Главное – верить в своего ребенка. Кроме веры от нас, родителей, в принципе, здесь больше мы ничем помочь не можем. Мы можем доверять полностью тренеру, руководству. Дети счастливы, родители говорят, что дети звонят домой, радостные, счастливые, все их устраивает. Поэтому волнуваться точно не о чем. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. Преобразился. Парк «Изумрудный» стал ярче благодаря фестивалю уличного искусства «Связь», который завершился в Барнауле. Художники расписали арт-объекты, а горожане им в этом помогли. Гостем фестиваля стала и министр культуры Елена Безрукова. Кульминация мероприятия состоялась в минувшие выходные. Все, кто пришел в «Изумрудный», могли поучаствовать в танцевальных баттлах, турнире по баскетболу, в разного рода мастер-классах. Далее подробнее. Так громко приветствовали горожан в «Изумрудном». Желающих принять участие в фестивале уличного искусства «Связь» оказалось немало. В парке создали целые творческие города. Буквально в каждом уголке шел процесс рисования, которым наслаждались и взрослые, и дети. Ну а предваряло творчество выходного дня роспись девяти объектов «Изумрудного». Чтобы раскрасить серые стены неприметных сооружений нашим алтайским художникам, а также гостям из Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и Омска, понадобилось 270 литров и порядка 500 баллонов краски. А 5 июня при поддержке горожан удалось расписать стену площадью 385 квадратных метров. Разговоры с художниками, лекции, стильный маркет – это уже мероприятие выходного дня. Гости фестиваля могли принять участие в самых разных мастер-классах по свечеварению, созданию значков, композиции из витражной мозаики. А Центр «Мой бизнес» совместно с художественным музеем организовали мастер-класс по росписи, картины по номерам. Работа будет храниться на открытой площадке музея по адресу Максима Горького, 16. Увидеть ее смогут все желающие. Удовольствие от участия в фестивале получил каждый, кто так или иначе внес свой вклад в творческий процесс. Татьяна Голубева, День с толком. Барнаульский застройщик «Мой дом» приступил к завершающему этапу подготовительных работ по открытию бюста «Маршалу Победы». Место для него выбрали еще 25 лет назад рядом со зданием кинотеатра «Искра». Работники уже смонтировали ограждение, разобрали старые бетонные конструкции, убрали старую плитку и камень, вывезли грунт, а также залили бетонное основание. Сейчас памятник находится на месте, его облицовывают гранитом. Торжественное открытие бюста «Маршалу Победы» на площади Жукова состоится 12 июня в 10 утра. Плыли к победе как могли. Сибирская медиагруппа выступила на четвертых соревнованиях по гребле на драконах среди журналистов, пресс-служб и разных ведомств. Такие соревнования своего рода прогрев перед международными стартами на Барнаульском грибном канале. Смотрим. 13 команд заявилось на четвертый кубок журналистов по гребле на драконах. Это в два раза больше, чем обычно. Конечно, были там не только акулы-пера, но также и общественные деятели, представители пресс-служб, даже депутаты. Приняла участие и наша сибирская медиагруппа, заранее продумав план. Сначала лодки у нас рассаживаются крепкие наши парни, которые будут задавать темп, задавать ритм. Далее у нас девушки и замыкают также парни. Как гласит девиз нашей команды – не перевернись. Это тоже очень важно. Перевернуться мы не перевернулись, но до заветной четверки не хватило полутора секунд. Во втором заплыве уже выдохлись, поэтому твердое седьмое место. В лидерах – команды, которые потратили на тренировки значительно больше времени. Например, общественная палата, которая приезжала на грибной канал чуть ли не каждый день, чтобы проплыть заветные 500 метров. Люди, общественники, они разные в разных направлениях, поэтому сели в лодку, почувствовали и вперед, только вперед. А какие направления есть? Общественность и волонтерская деятельность. И направление экологическое у нас в лодке присутствует. Ну и, соответственно, члены АПАК. Интересно, что до сих пор в гребле на драконах не было двукратного победителя. Как бы ни старались общественная палата, пресс-службы и журналисты, кубок чемпионов забрали творцы. Их сборная состояла из разных людей. Военные, специалисты по недвижимости и, конечно, художники, которые даже отрисовали символические футболки и кепки. В прошлом году мы заняли третье место, но это был наш первый раз, когда мы, в принципе, вообще сели в лодку и взяли весло, и сразу случились соревнования. Мы тогда тоже были очень рады, и это нас замотивировало на дальнейшие тренировки, и уже мы захотели показать более высокий результат. Конечно, такие соревнования – это лишь своего рода разогрев перед предстоящими международными стартами на драконах. Они будут проходить на грибном канале в Барнауле 29 и 30 июня. В фестивале обещается брать спортсменов из Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Белоруссии. Притом, помимо самой гребли, будет обширная развлекательная программа. Танюк Кузнецов, День с толком! Мышцы и обаяние. В Барнауле завершился онлайн фотоконкурс «Мисс и мистер фитнес», который организовывал сайт «Толка». Дмитрий Дроздов расскажет обо всем подробнее. Восемь дней переживаний. Именно столько длилось онлайн-голосование в фотоконкурсе «Мисс и мистер фитнес», организованный с сайтом «Толк». В нем приняло участие 27 специалистов фитнес-клубов со всего Алтайского края. Они боролись за главный приз – поездку на двоих в Белокуриху. Тренер мог показать не только свою спортивную, так сказать, деятельность, но и очень многие рассказывали о своей личной жизни. Кто-то семенин, у него много детей, кто-то любит кошек, собак или какие-то свои хобби, интересы. То есть это тоже было интересно узнать фитнес-тренера еще с других граней. Всего в онлайн-голосовании приняло участие почти 3000 человек. Каждый день лидер менялся, но итоговая картина топ-3 тренеров выглядит так. Третье место заняла Ольга Суворова – 14% голосов. Второе место – 18,4% – Илкин Зейналов. И 20% голосов и главный приз забрал Игорь Курланов. Все они тренеры с большим опытом, но истории, как они связали свою жизнь с фитнес-индустрией, разные. Все началось с того, что я поступил в университет, в Аграрный, и там надо было ездить на лыжную базу. Соответственно, на физкультуру. Купил новые кроссовки, все, приехал. А утром было холодно, приехал, получается, на базу. Перебываемся, обува кроссовки замерзшие. Все, начинаю бежать, они у меня лопаются. Я сказал, больше я туда не поеду. Пошел на секцию пауэрлифтинга. Активно занимался спортом. Решил поучаствовать в проекте «Сибирская трансформация». Поучаствовал, выиграл. Я просто полюбила спорт. Как полюбила, даже не знаю. Просто так получилось, что после декрета я прям очень ударилась в спорт. И решила просто закрыть всю старую карьеру в банке. И пришла в фитнес-зал. Следующий конкурс, который организует сайт «Толк» – это мастер-пара. Мы узнаем, кто у нас в регионе лучший парильщик. Вся информация появится на сайте 14 июня. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Мода может быть не только красивой, но и экологичной. В Бийске с размахом отметили День экологии. Зачем школьники собирали пластиковые бутылки, целлофан и старые газеты – узнаете в следующем репортаже. В Бийской школе номер один собрались самые модные, творческие и креативные личности. Здесь в День экологии состоялся городской конкурс моделей, созданных руками школьников из сбросового материала. Это совместный проект ребят из Движения первых и регионального оператора Бийской зоны. А началось все с обычного эко-урока. Когда я шла к ним на урок, мы даже не подразумевали, что это вылится в такое большое мероприятие. Современных детей очень интересует тема экологии. Они очень активно включаются, предлагают свои креативные идеи. Дети и молодежь интересуются модными показами и кутюром. Поэтому мы разработали концепцию создания нарядов из неперерабатываемых материалов. Школьники должны были не только самостоятельно изготовить модный образ, но и создать презентацию. Проект оказался настолько популярным, что поучаствовать в нем решили и воспитанники детских садов и дома творчества. Так на красной дорожке появились летний бриз, кутюр от курочки, дон-жуан, балерина, звездочет. Учебный год закончил, но тетради по-английски мы решили не выкидывать. Все они на наших костюмах. Дорогие телезрители, в этом сезоне модные вот такие экологические сумки. Они сделаны из разных предметов. Я жду заказов. Принимайте! Почти три десятка моделей. Посмотреть модный показ собрались не только группы поддержки участников, но и жители города. Прекрасное мероприятие. Мероприятие для творчества детей, для их развития. Это очень не хватает сейчас современной молодежи. Я удивлена. 84 года прожигать такого не видели. У жюри глаза разбегались от парада моделей, ярких красок и невероятной фантазии юных бейчан. При создании нарядов они использовали полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики, салфетки, газеты и аудиодиски. Участники конкурса нас так удивили, что можно из вторичного сырья сделать такие костюмы. Ну, я лично просто в шоке. Все участники конкурса молодцы. Вне зависимости от результатов, все получат призы. Кстати, о призах. Региональный оператор постарался. Здесь было за что побороться. Эко-боксы для сбора пластиковых крышечек. Их ребята смогут установить в своей школе. Сертификаты на участие в игре «Охота в темноте» и супер-приз «Акустическая система» с функцией караоке. Третье место заняла Мария Ермакова из Дома детского творчества с костюмом «Летний шик». Второе место у Дарьи Захаревой, гимназия номер два и ее образ ночной красавицы. Первое место Анастасия Манылова и Виктория Гришина с нарядом «Круэлла» из кадетской школы. Абсолютный победитель Алина Белоусова из первой школы с платьем «Эко-классика». Завершился праздник вкусно мороженым. Олеся Бедрева, Сергей Бертман. День с толком. У меня на этом все. Телефон нашей редакции 205-545. Спасибо, что были с нами. Мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok